Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром и я очень рада видеть всех вас на самом канале. Сегодня у нас вот такое вот внеплановое видео, но в принципе оно в плановое, на самом деле я еще такое видео хотела записать еще в прошлом году, потому что меня смотрят много детей и подростков, и я считаю, что это нормально для видеоблогинга, потому что чем в принципе вообще отличается взрослый человек от маленького? Только возрастом и все. Я считаю, что не должно быть каких-то ограничений, есть только определенные сноски по поводу того, что ты маленький, там в чем-то можешь не разбираться. Я очень не люблю вот эти вот стереотипы, когда говорят, ой, на тебе же мало лет, ты в этом не разбираешься, поэтому давайте вот это вот мы оставим, и именно здесь у нас с вами такого никогда не будет. Именно поэтому, когда я общаюсь с детьми, которые мне пишут, я общаюсь с ними как с абсолютно нормальными, адекватными людьми. Просто в чем-то они разбираются меньше, поэтому я как бы к этому отношусь спокойно, объясняю им что-то, и ни в коем случае меня это не бесит, я не там, не пишу типа, ой, ну ты ребенок, я не буду с тобой общаться, смотри типа детских блогеров. Нет, такого не будет, друзья, как бы это как бы норма, я общаюсь со всеми, уважаю каждого зрителя, как я уже это говорила в интервью, которое вы, скорее всего, посмотрели. Если вы не посмотрели, то посмотрите, пожалуйста, я буду только за, потому что, ну, после очень долгого перерыва, я первый раз попала на радио, и это было очень-очень круто, вот. Прежде всего, хочу поздравить детей с Международным днем защиты детей, которые проходят 1 июня, как всегда. Я знаю, что ты, скорее всего, один из тех маленьких, которых смотришь меня, и просто хочу пожелать тебе счастья, и хочу пожелать, чтобы ты был классным человеком через какое-то время, когда ты уже встанешь более-менее плотно на ноги, и у тебя все будет ок. В принципе, этот такой странный праздник, но он отмечается ежегодно, 1 июня, и был зарегистрирован на официально Международной демократической федерации женщин, отмечается аж с 1950 года. Вы только вдумайтесь, какой праздник масштабный и сколько времени он уже отмечается. Поэтому просто хочу поздравить тебя, 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 и пожелать, чтобы у тебя все было круто. И вообще, на самом деле, я считаю, что в любом нормальном, адекватном взрослом человеке должен быть небольшой ребенок. Ну, это не в смысле небольшой, но какой-то процент от ребенка он должен оставаться, иначе жизнь будет очень скучной. И я не считаю то, что быть маленьким в душе ребенком это так плохо, это на самом деле очень круто, и поэтому не парьтесь, серьезно. Поэтому не парьтесь, меньше заморачивайтесь, меньше слушайте людей, которые вам будут говорить, когда же ты повзрослеешь? А вы просто такие говорите, как бы, да никогда. Да. И все. И просто смотрите за реакцией людей. Это же так здорово. Еще хочу вот что рассказать по поводу того, что сейчас экзамен. Я на самом деле очень вам сочувствую. Я знаю, прекрасно знаю, что такое экзамены. Какая это дичь, просто необычайная дичь. И мне просто хочется пожелать вам, чтобы вы как можно быстрее разобрались с этим дерьмом, чтобы вам поставили ту оценку, которую вы хотите, даже если вы хотите там на 3 балла, пусть вам лучше такие оценки поставить, чем, знаете... Короче говоря, я понимаю, что это очень тяжелый период в жизни, когда нужно вот это вот все пройти, сдать, поступить, набрать по ЕГЭ там максимальное количество баллов, которые вам нужны. Я понимаю, что это очень тяжело, и морально тяжело, и учить все это тяжело. Я специально в этом году, именно в этом году, я не делала роликов там, типа, как сдать ЕГЭ на 100 баллов, как там... Я просто подумала, что нет, в этом году я точно такого делать не буду, потому что все советы в любом случае вы можете найти в интернете, и ничего нового я вам не раскрою. Единственное, что, может быть, я, конечно, не успела, я хотела записать видео, как максимально сосредоточиться на том, чтобы сдать экзамен. Но так как у меня очень маленькая аудитория взрослых людей, которые, например, только сдают, и уже знают, что такое экзамены, возможно, такое видео я запишу на следующий год, если оно будет, конечно, актуальным. Просто хочу вам сказать, что вы в любом случае всегда знаете и программируете свой мозг на то, что у вас все получится, и все будет классно, потому что как только вы себя запрограммируете на какое-то, например, то, что вы не сдадите, то, что у вас все провалится, то, что будет плохо, поверьте, будет еще хуже, если вы так будете думать. Потому что мы сами программируем свое счастье, мы сами программируем свое будущее, и мы сами все делаем для того, чтобы у нас что-то получалось. Поверьте, это заложено на таком уровне, что вы даже сами изначально никогда не сможете понять, почему это так работает. Я очень долго не могла в это поверить, и очень долго не могла понять, почему это так работает, и почему те или иные вещи с нами происходят. На самом деле все происходит изнутри, из нашей внутренней подготовки, из нашей моральной подготовки, если вы будете уверены в себе, да, только обязательно перед тем, как, ну, так себя настраиваете, то, что вы все сдадите, все у вас получится, в любом случае вы должны хоть немножко подготовиться, хоть чуть-чуть, потому что вот так вот, не работает, даже пальцы не работают, прикиньте, потому что вот так вот не будет у вас, я все смогу, у меня все получится, не читая причем, не уча, поверьте, это уже по-другому называется. Это излишняя уверенность, иногда тоже губит людей, поэтому я придерживаюсь такого среднего варианта, ни то, ни это, и, короче говоря, потом получается все так, как надо. Поэтому, когда вы подготавливаетесь к экзаменам, это не обязательно должно означать то, что прям с 9 утра вы сидите с книжками, учите там, да, пытаетесь зазубрить все нужные ответы, снова все это чекаете и так далее, нет. Вы хотя бы делайте перерывы там на 20 минут, да, сходите там перекусите или что-нибудь еще, или сходите до магазина, но обязательно между вашими вот этими зазубриваниями предметов у вас должно быть какое-то время, когда вы можете расслабиться, и мозг ваш может расслабиться, потому что когда вы даете мозгу слегка отдохнуть, в дальнейшую информацию он воспринимает уже легче. Я это прекрасно знаю, потому что я через это проходила, и я сейчас так же, те же книжки я так же сейчас читаю, вот серьезно, потому что это, ну, это проще. Информация так лучше откладывается, все остальное так лучше готовится, и, знаете, я просто еще хотела рассказать, как я, например, готовилась к экзаменам, мне очень нравилось учить и повторять все на ночь, потому что вот еще давно-давно, когда я была в начальных классах и учила стихи, я учила стихи только на ночь, потому что мозг так лучше запоминает информацию, именно последнюю, которая случилась с вами, а именно это то, что вы учите, вот вы поучили на ночь что-нибудь, да, и потом ложитесь спать. Я для того, чтобы лучше запомнить, иногда еще под подушку, например, эти стихи засовывала, и типа так, ну, типа так знания, они прилипают в голове, но я в это не верю, конечно, уже сейчас, по прошествии такого количества времени, но просто это странно, но это работает, серьезно. Поэтому вы тоже можете попробовать повторить что-то на ночь, почитать именно из предметов, и, вы знаете, мне кажется, что это помогает, серьезно, это помогает запомнить, поэтому небольшой такой лайфхак для вас, вот. Я реально очень надеюсь, что вы все сдадите и все у вас получится, потому что экзамены это жопа, я понимаю прекрасно, тем более летом, тем более у студентов и у выпускающих классов, у которых есть ЕГЭ. Я честно вам не завидую, и я полностью на вашей стороне в том плане, что я за отмену ЕГЭ, если так можно, если такой будет когда-нибудь, если будет возможность где-то проголосовать, поставить галочку, потому что я считаю, что лучше выбрать предметы, сдать по ним, и лучше лишний раз сдать вступительные экзамены в институт, это более логично как-то, чем набирать вот эти баллы и потом по какой-то вуз не проходить, то есть на самом деле так тупо и так глупо, и оценивать по баллам человека, который может перенервничать на экзамене, а потом взять и слить все, допустим, да, вот ты вот просто перенервничал и забыл, и тебя поставили плохой балл, например, да, там маленький балл, и все, и куда потом? И в тот вуз, в который ты хотел поступить, ты не поступишь, потому что у тебя ЕГЭ было, у тебя ты набрал столько-то баллов, и потому что ты понервничал, у тебя вот такое количество баллов. Ну, в итоге, я знаю очень много историй, когда люди не поступали в те вузы, которые они хотели поступать, но мне бы не хотелось заканчивать ролик вот на такой ноте, мне просто очень хочется в вас верить, и мне хочется вам пожелать только всего самого хорошего, потому что я знаю, как это сложно. А рассказать мне, что еще вот очень хочется вам. У нас в Москве прошел ураган, и достаточно сильный, и я вот буквально собиралась снимать видео как раз-таки на эту тематику, ну, именно про ЕГЭ, там, про экзамены, про 1 июня. Я сначала хотела снимать, и у меня на фоне, короче, у меня же здесь окно, у меня деревья вот так вот худуном ходили, потому что был реально очень сильный ураган. И когда я вышла в магазин покупать еду, если честно, я офигела, потому что я видела поваленные деревья, которые валялись на машинах, куча веток, куча обломанных всякие листвы. У нас с крыши упала кровля, представляете? То есть у нас летали пласты вот такие вот огромные, которые только-только поменяли крышу, потому что у нас идет дикий какой-то глобальный нереальный ремонт в доме. Ну, капитальный имеется в виду, там, замены, труп, короче, замены там, всего чуток можно было. Короче, они надоели страшно, мало того, что они надоели страшно, вот эти вот все люди. Вот эти вот все люди, которые в 9 утра начинают суббота, воскресенье просто адово долбить чем-то и чинить. Тут, ну, это отдельная история вообще. Они заменили крышу, короче, на доме, которая у нас была в итоге. В момент этого урагана эта кровля взлетела практически, и она у нас валяется вот сейчас. Поэтому я очень хочу, чтобы вы не расстраивались, сдавали экзамены, и пусть у вас все-все будет хорошо. Я вас реально очень верю, и очень хочу, чтобы именно у вас была очень хорошая оценка, именно та, которую вы хотите получить. Вернее, балл, блин, я все время говорю, забываю, что по-иге баллы. Вот, и я хочу пожелать вам хорошего настроения, оставайтесь добрыми, порядочными и честными людьми. Я вас всех очень люблю, всегда вашим громом, Наташа. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok